Первообразное На прошлых занятиях вы познакомились с правилами нахождения производной функции, узнали о применении производной для исследования функции на монотонность и экстремум, научились находить касательную графику функции, Вспомним правило вычисления производных. Производная любого числа равна нулю. Производная икса равна единице. Производная к икс плюс м равна к. Производная единица, деленная на икс, равна минус единица, деленной на икс в квадрате. Производная корень из икс равна единица, деленной на два корень из икс. Производная синуса х равна косинус х. Производная косинуса х равна минус синус х. Производная х в степени n равна n умноженное на х в степени n минус 1. Иногда приходится решать и обратные задачи. К примеру, восстановить закон движения по известной скорости. В математике принято взаимно обратным операциям присваивать специальные названия. Например, операция обратную умножению — это деление. Операция извлечения квадратного корня — обратно возведению в квадрат. Процесс нахождения производной заданной функции называется дифференцированием, а операция обратная ей — интегрированием, процесс нахождения функции под данной производной. То есть функцию, выступающую как бы родоначальником для производной данной функции, принято называть первообразной. Определение. Функцию y равно f большой от х называют первообразной для функции y равно f малой от х на заданном промежутке х большое, если для любого х, принадлежащего данному промежутку, выполнено равенство f' от х равно f от х. Промежуток, к которому принадлежит х, обычно не указывают, но подразумевают. Рассмотрим примеры. Первый. Функция y равная х в квадрате является первообразной для функции y равная 2х, так как для любого х справедливо равенство, производная х в квадрате равна 2х. Второй. Функция y равная х в кубе является первообразной для функции y равная 3х в квадрате, так как для любого х справедливо равенство, производная х в кубе равна 3х в квадрате. 3. Функция y равная sinx является первообразной для функции y равная cosx, так как для любого x выполняется равенство. Производная sinx равна cosx. 4. Функция y равная корень из x является первообразной для функции y равная 1 деленная на 2 корень из x на промежутке от нуля до бесконечности, так как для любого x больше нуля, выполняется равенство. Производная корень из x равна единице деленной на 2 корень из x. Зная формулы для нахождения производных, несложно составить таблицу первообразных. Первое. Первообразная нуля равна константе. Второе. Первообразная единица равна x. Третье. Первообразная для x равна x в квадрате деленная на 2. Четвертое. Первообразная для функции x в степени n, n принадлежит множеству натуральных чисел, равна x в степени n плюс 1 деленная на n плюс 1. Пятое. Первообразная для функции 1 деленная на x в квадрате равна минус 1 деленная на x. 6. Первообразная для функции 1 деленная на корень из х равна 2 корень из х, причем х больше нуля. 7. Первообразная для функции sinx равна минус косинус х. 8. Первообразная для функции косинус х равна sinx. 9. Первообразная для функции 1 деленная на sin в квадрате х равна минус котангенс х. 10. Первообразная для функции 1 деленная на косинус в квадрате х равна тангенс х. Рассмотрим примеры на нахождение первообразной различных функций. Задание первое. Доказать, что функция y равно f большой от х является первообразной для функции y равно f от х, если первообразная функция равна х в шестой степени, сама функция равна 6х в пятой степени. Решение. Первое. По определению первообразной функцию y равная f большой от х называют первообразной для функции y равная f малая от х на заданном промежутке х большое, если для любого х, принадлежащего данному промежутку, выполнено равенство f' от х равно f малая от х. Второе. Найдем производную f большое по формуле нахождения производной степенной функции. Она равна 6х в пятой степени. Мы получили равенство двух выражений. Значит, по определению первообразной функция f большое равная х в шестой степени является первообразной для функции f малая равной 6х в пятой степени. Задание второе. Для функции y равная f от х малая найти первообразную, если f от х равно минус 1 деленное на х в кубе. Решение. Первое. По определению степени с целым отрицательным показателем представим выражение минус 1 деленное на х в кубе в виде минус х в минус третьей степени. Второе. По формуле нахождения первообразной степенной функции найдем первообразную для функции f от х равная минус х в минус третьей степени. Получим минус х в степени минус 3 плюс 1 деленное на минус 3 плюс 1. Упрощая выражение, имеем минус х в степени минус 2 деленное на минус 2. Сократив минусы, получаем х в степени минус 2 деленное на 2. По определению степени с целым отрицательным показателем представим выражение в виде 1 деленное на 2х в квадрате. Таким образом, первообразной для функции f от x малая, равной минус 1 деленное на х в кубе, является функция f от x большое, равная 1 деленное на 2х в квадрате. Продолжение следует...